В доме Набоковых на Большой Морской улице продолжается реставрация. Задача перед строителями стоит не только максимально сохранить, но и восстановить исторический облик внутренних помещений. Анна Заславская расскажет об этом более подробно. Она уже на прямой связи со студией. Аня, удалось ли строителям воплотить задуманное? Саш, давай еще раз обозначим, что же все-таки планировалось отреставрировать и что нужно было сделать. Прежде всего, сохранить паркет. Нужно было восстановить общий облик, что отчасти уже удалось сделать. Так, например, перегородка, которая была построена здесь в 60-е годы, устранена. Тем самым зеленая гостиная в музее Набокова уже выглядит практически так, как ее видел сам писатель. И вот мы сейчас уже встречаемся с... Здравствуйте, Владимир Сергеевич. Расскажите нам, пожалуйста, что же еще здесь предстоит сделать и чем отличается обычная реставрация от научной? Дело в том, что зеленая гостиная занимает особое положение, особое место в интерьере музея-квартиры. Дело в том, что эти интерьеры реставрировались в 1980-х годах. И зеленая гостиная почему-то не попала как объект реставрации. И слава богу, что так произошло. Почему же? Потому что здесь под слоями краски сохранились все отделки, которые видел Набоков и которые он упоминает в своем романе «Другие берега». Светло-зеленый потолок, который упиралась елка. Да, вот мы видим его. Кафдер реставрации ведет работу здесь около 10 лет. И научная реставрация отличается от реставрации просто тем, что мы ведем очень большую исследовательскую работу, которая позволяет нам и историко-архивную, и натурные исследования, и лабораторные исследования с подключением научного парка Санкт-Петербургского государственного университета, который обладает очень мощной базой, раскрыть тот характер, который имели материалы в момент создания этого памятника. То есть задача, на данном этапе мы ведем консервационные работы, раскрытие. А вот чего именно? Конкретно на чем сейчас работаете? Значит, в настоящее время раскрыт потолок. Здесь было очень много загадок, когда мы его раскрывали, но было много загадок, и мы не понимали, каким образом вот эти вот лоскуты живописи создают композицию на потолке. Потом путем различного рода исследований, материалов и историко-архивных изысканий мы установили, что потолок имел характерную для конца XIX века композицию, которая включает лепные детали и живописные вставки. И за сколько они сохранились? Сейчас. Как интерьер зеленой гостины, как и любой интерьер, он переживал очень тяжелую историю и постоянно приспосабливался. Здесь располагались разного рода учреждения, и, конечно же, какую-то лепину на потолке иметь было неразумно. Ее все срубили, потолок выровняли и стали закрашивать. Клеевой краской, беловой краской, слой за слой. Да, таким образом под краской лучше всего сохраняются подлинные отделки. Я вас очень благодарю. Мы видим еще, действительно, такой возможный, как это выглядело, верно? То есть такой плакат потенциальной реставрации. Но от себя добавлю, что действительно еще годы и годы здесь нужны для того, чтобы привести ее в идеальное состояние, чтобы уже сделать здесь новое выставочное пространство, продолжение музея. И вот на этом, коллеги, я хочу передать вам слово и, наверное, следить за этой ситуацией в дальнейшем. Аня, спасибо тебе. Спасибо Владимиру Сергеевичу. Анна Заславская была на прямой связи со студией.